ЖИЗНЕННЫЕ ЗАГОНЫ Так, переключил песню, можно убрать телефон в карман. А если охранник магазина смотрел на камеру и увидел лишь тот момент, когда я что-то убираю в карман? Он же подумает, что я вор. Да нет, я ничего не воровал, мне бояться нечего. О нет, в кармане жвачка, которую я купил еще вчера, но распечатать не успел. И как я это докажу, ведь чек теперь превратился в какую-то труху. Теперь он похож на маску из фильма Крик, прикольно. Так, не об этом, меня точно сдадут в полицию, а ведь в этот магазин ходят все мои знакомые. Так, ну надо показать, что я не мелкий воришка, а могу позволить себе купить все, что захочу. Натуральный морковный сок за 300 рублей, почему бы нет? Яблочный сыр? Никогда себе не позволял. Черная вода? А громких рыб у вас тут случайно нет? Возьму овсяное молоко, съем овсяные печеньки, послушаю Татьяну Овсиенко. Ммм, недостаток, средства на карте. Ну за что мне это все? А вот у меня есть еще одна история. Одна же Сергея Пивенова заходит в бар и такой говорит официант. Мол, мне нужно дверь? Только этого не хватало. Я начал рассказывать историю, и меня начали слушать слишком мало людей. Это же история для всех, а не для него одного. Да и он это прекрасно знает. Тем более это вообще какой-то левый парень, которого я вижу впервые. Он же слушает меня только из-за того, чтобы влиться в компанию. И ему просто из вежливости нужно делать вид, что он меня поддерживает. Просто ждет, когда я закончу рассказывать свою дурацкую историю, чтобы закончить акт вежливости и начать нормально веселиться. Он повернулся в другую сторону? С ума сойти. И слушать ли мне другого парня, который перехватил все внимание с меня и начал рассказать свою веселую историю? А вдруг все увидят, что меня просто никто не стал дослушивать? Я буду еще большим лохом. Эх, буду как побитый и униженный смотреть, и иногда делать вид, как будто мне тоже смешно. Нет, я не могу так просто сдаться. Я должен вернуть все внимание на меня. Плачу за всех. О, хорош! Только у меня не прикладывается, у меня вставляется. Можно как бы я... Нет, нет, ребята, не надо, я такой же, как и вы. Не надо, я такой же, как и вы, все будет нормально. Фуф, ну и денек. Пойду прогуляюсь. Блин, оставил телефон в офисе. А что, если мне сейчас придет сообщение от любовницы? Привет, любимый. Когда в следующий раз будем изменять твоей девушке? И все будут думать, ах, вот он какой на самом деле. Буф. Но у меня нет любовницы. Или мама отправила неловкое сообщение? Надо срочно забрать телефон с собой. Фуф, репутация спасена. Или нет? А что, если они подумают, что я резко залетел в кабинет, забрал телефон и пошел с ним в туалет? Ох, моя репутация порушена. О, нет, огромная очередь. Мои нервы на пределе. Пусть только что-то пойдет не так. Я не понял, он что, хочет нагло пробиться вперед? Сейчас я такой отвлекусь на телефон, и все. Он уже стоит впереди, как ни в чем не бывало. А пока непонятно, на место его еще ставить нельзя. Он вроде бы не обогнал, а сказать, чтобы он встал сзади, я не могу. Вдруг он слишком конфликтный? А кто последний? И что, он молчит? Он что, уже себя последним не считает? Стоит в наушниках, делает вид, что ничего не слышит, ничего не видит. За нами будете? Класс. Теперь я его еще и к себе приравнял. Я сейчас отойду, если что скажется, что я за вами. Отлично. Теперь мне еще держать в голове информацию, как выглядит этот мужчина. И каждый раз, когда будут спрашивать, кто последний, отвечают, что вот за этим парнем есть мужчина, он в шарфике, с усами, в очках, в общем, неважно. Блин, я тут один буду за вас отдуваться, я не пойму. А знаешь что, я тебе и шанса не дам. Простите. Извини. 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 Жизненные загоны.